Второй цикл тренировок проводит в Сочи 15-кратный чемпион России, обладатель суперкубка страны, команда гандбольного клуба «Чеховские медведи». Тренировки на стадионе и в тренажерном зале – поддержка спортивной формы. А вот стратегия игры отрабатывается на поле, причем основа которого – лед. Арена дворца «Айсберг» сегодня под специальным термоизоляционным покрытием, которое дает возможность установить сверху основу для проведения различных мероприятий. Для игрового вида спорта, в частности гандбола, на лед впервые установили покрытие. Однако практика с закрытия ледового арены уже есть. Здесь устанавливали паркет для проведения соревнований по спортивным бальным танцам и фехтованию. До 28 января тренируются гандболисты, после чего лед будут готовить к проведению соревнований по шорт-треку. Работы по монтажу покрытия не занимают много времени. Еще три дня назад лед резали кантами фигуристы. Сегодня на арене отрабатывают стратегию атаки и работу в защите игроки российской гандбольной команды. Допустим, ты вот здесь стоишь, вот сейчас будет там получать 4-4 игрока. Ты раз-раз. Удобно, ты его поймал. А если он там далеко мяч поймал, ты перемещаешься и играешь уже с той стороны. Постарайтесь просто подумать о том, как они будут развивать атаку. Четыре года Александр в составе команды «Чеховские медведи». Всего 10 лет в этом виде спорта. Позади победы на чемпионатах России и немало тренировочных арен. Хотя на ледовой, признается, еще не работал. В этом зале впервые, но в Сочи уже были на сборах два года назад. База очень хорошая. Стадион рядом. Не надо никуда далеко ходить. По словам главного тренера «Чеховских медведей», спортивная база Сочи – это достойная альтернатива, особенно в зимний период, главного комплекса гандбола в Подмосковье. Подготовка предстоит серьезная. Впереди у команды игры чемпионата России. Сейчас очень для нас полезно то, что в Москве там побегать нигде невозможно. Одного большого зала маловато. А здесь есть стадион, на котором можно сделать более мощную нагрузку для игроков. Это то покрытие, которое везде есть. Тот тарафлекс, который стоит на ледовом, он стоит и в зале, когда мы играем в Евролигу, и на чемпионате мира. Такие же точно покрытия. По завершению тренировок гандболистов покрытие снимут. В целом, ледовая основа в течение этого времени характеристик не изменила. Здесь удалят лишь верхний слой, в морозы – баннер с эмблемой будущих соревнований уже по шортреку. И нарастят финишный слой льда.